Три дня на устранение нарушений, но если бурьян останется не скошенным, работники управления по благоустройству составляют протокол и выдают повестку на административную комиссию. Она уже и решит, сколько придется заплатить за бездействие. Штрафы для физических лиц до 3000 рублей, для юридических сумма почти в два раза больше – 5000. Многие, сэкономив на услугах газонокосильщика, уже раскошелились. У нас есть правила благоустройства, мы должны их соблюдать, в котором прописано, что все физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечить качественную очистку, уборку, рыхление, покос травы, газонов непосредственно на своих прилегающих территориях. Примерно вот так должна выглядеть территория возле вашего дома или офиса. А вот это уже нарушение правил городского благоустройства. И за подобные заросли предприниматель может ответить рублем. У людей очень у многих аллергия на цветущие растения, поэтому это очень нужно сделать. Еще одна организация в самом центре города. Начатые работы здесь так и не были завершены. У вас прилегающая территория, вот там как бы цветничок, у вас видно цветы, как бы красиво все. Нужно бы произвести рыхление, как-то проредить? Вы знаете, очень большой объем. Где-то через неделю-две все закончится у нас, и в этом прорыхли. Мы сами делаем, занимаемся этим. Нам просто сейчас некогда. Там небольшая альпийская горочка у вас даже сделана. Ну, что сами можем, то делаем. Одни проблему решают собственными силами. На борьбу с травой выходят с косой. Другие предпочитают пользоваться услугами специализированной организации. В городе их сегодня достаточно. Стоимость покоса разная. Все зависит от запущенности участка. Но в среднем за одну сотку придется заплатить порядка 400 рублей. Но это лучше, чем повестка на административную комиссию и штраф. Евгений Плохотин, Сергей Дровских. Новости ОТН.